Давайте поговорим об этом с Александром Краевым, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Доброе утро. Объясните, пожалуйста, вот уже коллеги «Спарс» собрались на двухчасовой брифинг, чтобы объяснить ей свою позицию. А ваша позиция в этом скандале, что вы думаете об этом всем? На самом деле нужно понимать, что у «Спарс» довольно широкая мотивация к тому, что она делает. С ее личной точки зрения, она сейчас является уже опытным конгрессменом. Она понимает, что эти перевыборы, она, вероятнее всего, выигрывает и остается на посту. То есть, так или иначе, ей нужно начинать думать о том, чтобы войти в руководство комитетов, чтобы войти в руководство определенных республиканских, внутреннепартийных структур. А для этого ей нужна история успеха, ей нужен громкий успех. И как раз тематика Украины сейчас, наиболее популярна в США, и такая, которая может принести наибольшие результаты. Поэтому понятно, что она сейчас пытается, на том скандале, на котором она, как она сама считает, она разбирается, она пытается выжать из него максимум. И если уже не принести какой-то измеряемый результат, то как минимум получить медийность, как минимум получить вот это внимание. Как видите, даже отдельные брифинги проводят конгрессмены и другие. Как видите, абсолютно мощное медийное внимание не только в Украине, но и также в Соединенных Штатах. То есть, так или иначе, она частично добивается того, чего она хочет. С другой стороны, тут может быть и часть больше американской политики. То есть, такой себе маргинальный. Почему маргинальный? Потому что все-таки это один из многих конгрессменов, которая все-таки не является лидеркой партии, заявляет о том, что в Украине до сих пор есть проблемы с тем, что американцы называют неофициальной иерархией. Это именно та причина, почему к нам до войны долго не назначали посла. Это именно та причина, почему некоторые контакты с нами замораживались. И поэтому, чтобы эта тема не уходила из информационного пространства, решили использовать вот такой одиночный, довольно маргинальный, но все-таки влиятельный голос. Но ее заявление, получается, в вашем изложении, больше мотивировано какими-то личными интересами, нежели желанием помочь как-то Украине. Ну, тут, понимаете, нет в политике такой вещи, как единая мотивация для того или иного. Есть комплекс. И в этом случае, действительно, в этом комплексе присутствует личная мотивация, возможно, присутствует какая-то адекватная проукраинская мотивация, я не могу этого отрицать. Но все-таки, в этом случае я скорее говорю о том, что тут действительно есть инструментального, а что тут действительно есть практического. И с практической точки зрения, как раз она получает здесь больше бенефитов, чем кто-либо другой. Ну да, тут, знаете, тоже можно оценивать, как Путин, который хочет ликвидировать Украину как государство, но при этом хочет помочь всему миру справиться с возможным, знаете, гуманитарным кризисом, доставляя украинское и российское зерно. Мотивации может быть много. Хорошо, да, итог поняли, потому что нашей аудитории важно очень понимать, что может быть мотивом подобных заявлений. От тебя отмечу, что посол США в Украине Бриджит Бринг встретилась с новым руководителем специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко и рассказала о том, что была отличная продуктивная беседа, в том числе обсуждали новый пакет помощи финансовой и военной. Почему эта новость важна? Потому что якобы вот про вот это неназначение главы САП очень много говорили в Америке и такие его назначили. И скажите, вот с этим назначением у Украины дела теперь пойдут лучше? Как вы считаете, Александр? На самом деле, как минимум, это исполнение одного из, скажем, тех запросов, тех предложений, которые нам давали западные коллеги. Причем не только на двустороннем уровне, не только из США, но также это был один из тех запросов, которые нам давали для кандидатства и дальнейшего счастлива в Европейском Союзе. Это один из тех вопросов, которые мы обязаны были решить в контексте нашего сотрудничества с НАТО. То есть, так или иначе, мы двигаемся в правильном направлении, и наши тезисы о том, что Украина, несмотря на войну, готова к реформам, что Украина, несмотря на конфликт, готова улучшать систему своего руководства, систему антикоррупционной политики, ну, мы наши заявления подтверждаем действиями. Конечно, нужно понимать, что из-за того, что до этого много лет была такая сложная ситуация, и этому определялось огромное значение нашими партнерами, теперь будет очень дотошная слежка за тем, как САП работает, есть ли у него результаты, не превратится ли САП просто в номинативную структуру, которая будет существовать только для того, чтобы существовать. Поэтому на самом деле работа только начинается. Но назначение само по себе – это уже очень позитивный сигнал для наших партнеров. Александр, вот вы сказали, что заявление «Спарс» мотивировано, в первую очередь, политическими желаниями. И да, действительно, осенью в ноябре будут в Соединенных Штатах выборы в Палату представителей. Объясните, пожалуйста, вот так вот по-простому, что это за орган именно в контексте возможности принятия решений, чем он важен, и как вот эти вот выборы могут и будут отражаться, точнее их результаты будут отражаться на американо-украинских отношениях. Я немного расширю контекст. Кроме того, что у нас 100% Палаты представителей, нижней Палаты Конгресса будет переизбрана. Также будет переизбрана треть сенаторов. Сенат – верхняя Палата Конгресса. То есть, по сути, американский Конгресс, то есть парламент, будет по большей части или изменен, или просто подан перевыбором и должен будет их пережить. По сути, нужно понимать, что Конгресс в американской структуре управления – это ключевой законодательный орган. Помимо того, Конституция США дает ему очень широкие полномочия в контексте того, что если какой-то орган исполнительной власти не справляется со своими полномочиями, эти полномочия принимает Конгресс. И именно Конгресс объявляет импичмент президенту. Именно Конгресс ведет очень многие инициативы по расширению бюджета, по внесению в бюджет правок, по внешней политике Конгресс абсолютно колоссальную роль играет. Но не будем забывать, что самый последний кризис на международной арене, а именно визит в Пелосе на Тайвань, спикерки Палаты представителей как раз, это тоже дело рук Конгресса, назовем это так. То есть на самом деле Конгресс – это один из самых сильных инструментов американской политики, как внутренней, так и внешней. И как минимум это то, что собой репрезентует американскую демократию как таковую. Будут ли для нас какие-то угрозы в новом Конгрессе? Сомнительно. Потому что поддержка Украины и финансовая, и военная, и политическая – это часть стратегического курса США. То есть максимум может быть под иным соусом подано то, что нам уже дается. То есть или под более жестким, или наоборот под более, знаете, таким интернационально-демократическим. То есть будет меняться, возможно, риторика. Потому что очевидно, что во многих комитетах, во многих отраслях работы Конгресса нас ждут большие изменения. Именно в контексте того, какие люди будут этим заниматься. Именно потому мы можем точно говорить о том, что может поменяться риторика. Может поменяться немножко информационный подход. Но общая политика на поддержку Украины, на все большие поставки нам вооружений и на все большие финансовые ассигнации все-таки останутся. То есть вот этой усталости мнимой, той усталости, о которой любит говорить российская пропаганда, мол, Америка устала от Украины, вот ее на самом деле не наблюдается, но и дальше ее больше не будет. Даже может, смотрите, люди обновятся и с новыми силами будут помогать Украине. На самом деле, да. И тут мы можем с вами немножко, скажем, цинично подойти к этому вопросу. Больше 87% американцев, если не ошибаюсь, поддерживают вопрос предоставления Украине оружия, денег и предоставления большего количества виз для украинских беженцев. В тот же момент больше 60% по разным опросам поддерживают то, чтобы Америка тем или иным образом напрямую вмешивалась в противостояние России и Украины, в поддержку Украины. Понимаете, эта поддержка больше, чем в не самые лучшие года Вьетнамской войны для прямого военной поддержки Вьетнама. Поэтому, по сути, даже если какой-то американский политик, ну, например, там есть десятка конгрессменов, таких довольно скандальных хайпистов, которые пришли при Трампе и любят ловить любой хайп антисистемный, даже если вдруг они захотят что-то сказать против Украины, против поддержки Украины, я сомневаюсь, что они захотят потерять поддержку 87% избирателей. Ну, это просто с точки зрения внутренней политики абсолютно нелогично. Александр, а здесь сразу вспоминается фраза Трампа, который сказал вообще, что если бы наш президент признал Крым за российской юрисдикцией, то войны в Украине можно было избежать. А если такая огромная поддержка американского общества, неужели Трамп рубит себе даже не то, что сук, на котором сидит, а просто дерево на корню свое политическое? С чем связаны такие высказывания? Трамп остается верным себе. Понимаете, Трамп в 2016 году ему ведь в начале тоже давали не больше 15-20%. В конце концов, это выразилось чуть больше, чем в 50%. Трамп антисистемный политик. В 2016 он приходил буквально на том, что он был против любых решений Обамы. Он был против любых решений любой администрации. Он просто антисистемник до мозга костей. Но его высказывание внутри американское общество не поддерживает, исходя из того, что вы сказали, нам вот это хочется понимать. То есть, пускай говорит что угодно, если Америка не поддерживает такую позицию, каждый имеет право сказать, что хочет. Он понимает, что у него нет широкой поддержки, но он рассчитывает на вот эти 10-13% пассионариев. Он рассчитывает, что пока у него есть база в 10-15%, он может оставаться влиятельной фигурой в политике, и, соответственно, он может оставаться в политике. А потом он делает то, что сделал в 2016 году, он просто дождется своего звездного часа. Поэтому он делает себе, как это называют в американской политике, пенсионный план. Он делает для себя план, чтобы на какое-то время уйти в тени, потом достаточно громко и неплохими рейтингами вернуться. То есть, с точки зрения стратегии и долгоиграющей политики, он делает все правильно для себя. – Если можно, коротко еще, Александр, что известно с ленд-лизом? Насколько мы помним, сентябрь-октябрь – это время, когда он должен заработать в полную силу. Готовятся к этому сейчас? – Готовятся, но хотя бы потому, что Конгресс сейчас пытается максимально быстро выбрать вот те 40 миллиардов, которые он сам осигновал на поддержку Украине. Потому что, по сути, если они не будут выбраны до начала октября, то есть до начала нового бюджетного года и нового бюджетирования эти деньги просто сгорят, условно говоря. И поэтому, как нам понять, что к ленд-лизу готовится? Посмотрите, что за последние три недели нам уже дают второй пакет военной помощи, в этот раз почти на миллиард, как сообщает Reuters. До этого было полмиллиарда. То есть, на самом деле, максимально ускоряются процессы того, чтобы использовать наявственные программы и, соответственно, перейти уже к новым программам, чтобы было объяснение, почему начинается ленд-лиз. Потому что мы смогли успешно использовать всю прошлую программу. – Спасибо, Александр. Александр Краев, эксперт по внешней политике, был с нами на связи. ...